Здравствуйте! Это программа «Время говорит»! В студии работает Данил Москаленко. Тема ЕАЭС у нас так или иначе становится очень дискуссионной, радикальной здесь точки зрения присутствуют. Но есть те, которые говорят, что союз там не нужен, надо из него выйти и все. Ну, гораздо больше тех, кто говорит, нужен конструктив, нужно дальше работать. В принципе, официальная позиция правительства такова. Мы в ЕАЭС, мы работаем и постепенно устраняем барьеры, которые есть. Накануне у нас в Сенате выступил министр Даленов. И я так понимаю, что у нас некоторое реформирование сейчас идет на мотивной базы. Для чего, какие у нас будут выгоды, все сейчас это обсудим. Хотя, те же сенаторы, например, отдельные, в ходе пленарного сенания выразили озабоченность торгово-экономическим взаимоотношениям Казахстана с Россией в рамках ЕАЭС. Вот такой момент. Да, давайте сейчас я представлю наших собеседников. По скайпу сейчас подключаются к нам три спикера. Евгений Больгерт, зам. председателя правления нацпалаты Томикен. Здесь у нас, я вижу, Алибек Тажибаев, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» и перезад Оренбет, экономист, эксперт Центра бизнес-анализа GSBUIB. Здравствуйте, коллеги. Да, надеюсь, слышно. Давайте, господин Больгерт, пожалуйста, я знаю, что вы давно ведете работу по поводу барьеров, которые существуют в ЕАЭС. Насколько они сейчас, насколько эта работа сейчас плодотворна, так скажем, и с чем вам удалось уже справиться на данную минуту? Добрый вечер, Данил. Я хотел сакцентировать внимание как раз на актуальности этой проблемы. К сожалению, динамика разрешения барьеров, она остается более низкой, нежели прирост этих самых барьеров. Действительно, работа над устранением барьеров, она очень кропотливая, и она упирается во многом, в том числе, в бюрократию. Мы вот от Национальной палаты предпринимателей давно обращались к коллегам в Евразийской экономической комиссии, и нас поддержали наши государственные органы, что методологию нужно менять, то есть нужно более оперативно реагировать на барьеры, сразу же какие-то меры предпринимать с тем, чтобы не задерживать бизнес, чтобы это не влекло каких-то дополнительных затрат. Но я могу сказать, что сейчас проблемы с доступом казахстанских товаров на рынке стран-партнеров по ЕАЭС, они сохраняются. Например, алкогольная продукция в Беларусь так и не попадает. С большим трудом удалось обеспечить поставки цемента на рынок Российской Федерации, убрать препонные излишние. Но вот сейчас мы следим за динамикой. Есть проблемы, связанные с маркировкой товаров, мы как-то с вами об этом говорили. Дело в том, что рынок закрывается отчасти от введения дополнительных требований к продукции. Это цифровая маркировка на обувь, на табачную продукцию и еще на целый ряд товаров легкой промышленности, с которыми мы в ближайшее время будем сталкиваться. Поэтому тема барьеров, она на повестке дня, она номер один. И над ней пока существенной какой-то там динамики добиться не удается. Интересное мнение. Давайте послушаем господина Тажебаева, пожалуйста. Вы как эксперт, что скажете и почему, собственно, у нас все идет с таким большим трудом? Коллеги, здесь нужно исходить из обстоятельств, которые диктует рынок, ну и в том числе ситуация, связанная с всем уже, наверное, коронавирусной и эпидемиологической ситуацией. Однако здесь важный момент, на который я бы хотел обратить внимание. Безусловно, работа на местах, в частности в Казахстане, идет на очень высоком уровне. Огромное спасибо представительству Национальной палаты предпринимателей Атамикен. Однако мы понимаем, что, в частности, по мнению многих представителей экспертного сообщества, ключевым двигателем развития экономических взаимоотношений в рамках ЕС должно быть взаимодействие. В первую очередь, приграничное взаимодействие. У школы у нас самая протяженная граница с Российской Федерацией. Это взаимодействие на уровне малого и среднего бизнеса. И как раз сейчас вопросы связаны с цифровой маркировкой. Вопросы связаны с достаточно ровными темпами. Однако увеличивающееся количество барьеров, как мы знаем, в начале 2019 года подсчитывали было от 60 до 65. В марте 2020 года озвучили около 80-85 барьеров. Поэтому, коллеги, здесь мне бы хотелось, чтобы мы все-таки, призываю представителей нашего бизнеса, чтобы мы работали в формате все-таки взаимодействия на уровне международной коммуникации. Поэтому, в первую очередь, хотелось бы, чтобы усилилось взаимодействие между представителями НПП, региональными представителями Национальной палаты предпринимателей Атамикен, и представителями, и в том числе представителями государственных органов, коллеги. Поэтому здесь очень отрадно, что представители образовательных учреждений здесь также есть. И, наверное, это самый важный момент. Спасибо. Да, пожалуйста, госпожа РНД. Да, вы правы, вы очень правы по этому вопросу. Хочется отметить, что по проблемам предпринимателей в ЕАЭС существует не только в Казахстане, эта проблема существует также и в Беларуси, Армении, Кыргызстане в частности, кроме России, так как Россия идет как ведущий бизнес-партнер. Для Казахстана идет первая проблема – это появление новых конкурентов, крупных конкурентов на рынке, потому что казахстанский рынок не такой крупный, не такой большой, как российский, поэтому со стороны предпринимателей конкурировать с крупными бизнес-предприятиями очень сложно. Второй вопрос касается экспортных ставок, когда наши предприниматели сталкиваются при ввозе наших товаров в Российскую Федерацию. Экспортные ставки, в частности, для Казахстана – это 12%. То есть мы завозим их продукты по 12%. Можно, пожалуйста, вот я сейчас как раз у нас мне подсказывают, сейчас продюсеры, что есть у нас фрагмент выступления господина Доленова, министра национальной экономики по этому вопросу. Давайте мы послушаем, какая у него позиция. Пожалуйста, второй фрагмент. Дайте, пожалуйста. Поскольку Российская Федерация любой товар встречает НДС в размере 20% на границе, Казахстан же встречает импортный товар НДС в размере 12%. В этом может быть конкурентное преимущество страны, у которой НДС ставка выше. Но, с другой стороны, при экспорте тяжело получить подтверждение, об экспорте тяжело применить нулевую ставку. То есть это вот вы об этом, да, сейчас? Я касаемо того, что когда наши товары поступают из России, то есть российские товары импортные, да, приходят в Казахстан, они заходят в 12% ставкой. Когда наши товары уходят в Россию, экспортируются, они уходят по 20% ставке. Но здесь должны быть льготные, да, процентные ставки. Для того, чтобы применить эти льготные процентные ставки, нулевые НДС, это касаемо определенных вот перечних товаров, где есть нулевой НДС. Значит, чтобы его применить, нужно собрать пакет документов. А это, конечно же, для наших предпринимателей и со стороны России, чтобы принять вот этот список документов, очень сложно. То есть это процедура очень долгая, и нужно собрать определенный пакет документов. В связи с этим выявляется важная проблема того, что наши казахстанские предприниматели не могут по сниженной цене, даже вот 20% НДС, которые у нас в Казахстане принимаются. И в связи с этим российские предприниматели выигрывают. Видите, они всего лишь по 12% завозят, а мы завозим к ним по 20%. Наши товары дорожают. Вот, вот, и, наверное, да, сенаторы, сенатор, да, да, ну как мы можем говорить о равных условиях, о союзнических отношениях в экономике, когда у нас вот такой дисбаланс. Господин Больгер, вот этот вопрос как-то можно решить вообще? Да, коллеги, меня слышно, я просто... Да, да, слышно, слышно, все хорошо. Да, я, во-первых, хотел внести ясность. Речь идет о том, что мы путаем сейчас НДС и таможенные пошлины. У нас нет никаких таможенных пошлин внутри Еврозес. Это надо понимать. Речь идет чисто о разнице в ставках налогов на добавленную стоимость. О чем сказал министр. Я хотел бы конкретно дополнить, вот коллега говорил про приграничную торговлю. Мы достаточно долго убеждали, что нужно упростить максимально режим торговли приграничный по скоропортящейся продукции. К сожалению, очень долго этот вопрос рассматривался и с большим трудом вот только недавно удалось добиться решения о том, что упростили по девяти товарным позициям возможность поставки на приграничных территориях продукции, особенно это кисломолочная, молочная продукция, плодоовочная, которая может в упрощенном порядке поставляться теперь на территорию больших приграничных областей Российской Федерации. Это сделано для чего? Это упрощает, во-первых, сбор документов, пакета документов для предпринимателей из Казахстана. Они могут получать сертификат полугодовой и не надо делать его на каждую партию. То есть это существенно упрощает процедуры. Но, Данил, я очень хотел бы обратить внимание всех на то, что большинство барьеров у нас до сих пор остается от того, что у нас не интегрированы информационные системы уполномоченных госорганов. Если бы интеграция была сделана, как это было запланировано с 2014 года по плану, то тогда мы бы большую часть барьеров вообще бы уже устранили сами собой. А мне кажется, это даже где-то сознательно, если честно. Коллеги, коллеги, здесь один момент хотелось бы также озвучить. Предположим, что все сложные моменты мы утрясли, мы выходим как предприниматели на рынок Российской Федерации. Здесь не нужно забывать об ограничениях, которые связаны с интеллектуальной собственностью. Например, ведущие казахстанские производители, ну, предположим, кондитерские изделия, они выходят на рынок со своими названиями, те, которые уже запатентованы там и перехвачены у российских производителей. Поэтому я, господина Больгерта, полностью поддерживаю в том, что необходимо единую вот эту систему выстраивать, систему информационного взаимодействия. Как мы помним, в прошлом году были прецеденты, связанные с тем, что цифровые документы на казахстанской стороне подготовлены, и они, к сожалению, к моменту пересечения границы не были каким-то образом внедрены в базу пунктов перехода. Поэтому только-только взаимодействие, только получение обратной связи как от российских, так и от казахстанских предпринимателей позволит нам вывести это взаимодействие на новый уровень. И малый и средний бизнес, повторюсь, должен стать прям катализатором, двигателем интеграционных взаимодействий именно экономического характера. Поэтому в очередной раз подтверждаю, что активность наших коллег... Прошло время. Если позволите, одну чувствительную тему, просто в качестве примера приведу, это государственные закупки и доступ к ним. Вот смотрите, у нас какая ситуация. Все наши предприниматели и граждане, в общем-то, уже привыкли жить в реальности, когда электронная цифровая подпись – это обыденность. Это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. К сожалению, у нас у коллег в Российской Федерации, например, в отличие от Казахстана, где все государственные и местные закупки оцифрованы на 100%, у коллег по НЕВРОЗЭС, в частности в Российской Федерации, этот процент оцифровки составляет порядка 30%. То есть, если мы даже друг другу признаем ЭЦП, то мы открываем доступ к своим закупкам на 100% с электронной цифровой подписью из России. При этом наша цифровая подпись, она позволит нам только зайти на 30% оцифрованных закупок. И в этом большая проблема. Есть еще местные припоны, которые мы так называем, например, настоящий вологодский продукт, который Аскомину набил уже всем. Это когда регионы устанавливают дополнительные требования в виде различных сертификатов, которые так или иначе ограничивают участие просто предпринимателей из Казахстана в этих закупках. Удалось признать эти моменты барьерами, но в одном регионе убирается вологодский продукт, а в каком-нибудь соседнем регионе появляется там настоящий татарстанский какой-нибудь товар. И это как гидра, которая там бесконечно, голова растет, сколько ни руби. Да, это серьезная проблема. Можно просто одно сообщение от телезрителя, видимо бизнесмен. Корпорации навязывают невыгодные условия, на рынок России не так легко попасть, а они у нас тут продаются нормально, без проблем. Это неправильно. Коллеги, здесь важный момент, второе как раз сообщению наше. Коллеги, если позволите, я бы хотел закончить и уже замолкну. Итак, коллеги, смотрите. Сейчас идет достаточно серьезное изменение, в том числе и в реформировании. Да, статистическое направление переходит вновь созданное агентство по стратегическому планированию и реформам. Так вот, какие перекосы могут быть по стратегии? Господин Больгер сказал о том, что действительно существует момент, когда наши предприниматели не могут активно взаимодействовать с их закупочными цифровыми площадками. И сейчас по собственному эмпирическому опыту могу утверждать, что многие казахстанские предприниматели таким или иным образом пытаются открывать юридические лица на территории Российской Федерации просто для того, чтобы иметь возможность участвовать в этих закупках. И исключительно для этого. Таким образом, эти юридические лица, они не могут расцениваться как полноценные участники рынка. Однако в статистических данных они у нас будут уже отражаться как какие-то новые достижения интеграционных процессов. Поэтому здесь вот именно смысловая нагрузка должна быть максимально выверенной и прагматичной с точки зрения казахстанской позиции коллеги. Да, госпожа Анатолия, пожалуйста. Я хотела ответить на ваш вопрос, предыдущий, который на телефон вам выслали. Кроме цифровых проблем в Казахстане для казахстанских предпринимателей, существует проблема встречи от членов ЕАЭС протекционистской политики. То есть, да, наши казахстанские, кроме того, как приняли, они, значит, гармонизовали свои законы, нужно еще принять международные законы, которые дают другим предпринимателям заходить или выходить на тот или иной рынок. Но в Казахстане существует такая проблема, что наши казахстанские предприниматели не могут войти, в силу того, что протекционистские меры, например, России и Беларуси очень высокие, и в связи с этим они тоже ограничивают вход наших предпринимателей в их. Да, то есть рынок. Здесь еще также можно сказать, что единственным выходом, возможно, будет, как сейчас уже работает, единый рынок лекарственных средств, да, который уже в полную силу работает, и все, как бы, законодательные нормы уже приняты в эту сферу. И, в принципе, сказать по фармацевтической промышленности, которая работает в едином рынке лекарственных средств ЕАЭС, идет рост производства, рост импорта, экспорта, взаимной торговли, и, как бы, проблемы существуют, не сказать нет, по маркировке, по цифровизации, как уже вот мы ранее говорили. И сейчас вот внедряется, да, един рынок еще нефтегаза, электроэнергии, то есть в этой сфере, возможно, протоциалистские меры будут немного лоняльными. Да, коллеги, да, мы уже завершаем наш эфир, время подходит к концу, я хочу понять, что нас ждет в целом, то есть как у нас ГОС этот закончится, 21-й. Пожалуйста, господин Больгер, в отношении вот устранения барьеров, в отношении будущего сотрудничества и так далее. Пока я вижу то, что мы даже с вами обсуждаем, я это уже лет пять слышу. Да, Данил, абсолютно правильно, к сожалению, так и есть, многие барьеры или многие вопросы, они уже, можно их называть, с бородой. Я хочу сказать важную вещь о том, что за этот год как раз были разработаны стратегические направления по развитию интеграции до 2025 года. Они в процессе там дошлифовки, согласования каких-то отдельных уже моментов остаются, но концептуально, куда двигаться в ближайшие пять лет, уже понятно всем сторонам. Безусловно, работа над барьерами – это то, что нужно бизнесу. Второе – это то, что нужно интегрировать информсистемы, подчеркиваю еще раз. Ну и говорить о том, что у нас отойдут все от протекционизма, я далек от этой мысли. Конечно, нужно это делать, но нужно понимать и то, что зеркальные меры мы могли бы использовать более активно, бояться этого не нужно, нужно просто делать это действительно взвешенно. И, ну, я думаю, коллеги с нами из соседних стран, они будут солидарны в том, что либо мы отменяем и играем по общим правилам, либо тогда испытываем сложности и создаем их друг для друга бесконечно. Со своей стороны хотел бы добавить буквально 10 секунд. Коллеги, нужно прилагать максимум усилий для повышения компетентности наших предпринимателей, развивать и обучать их, тогда они смогут быть еще более конкурентоспособными. И в этом смысле отрадно, что и Атамикен, и ЮАИБ здесь представлены, ну и я возглавляю представительство швейцарской бизнес-школы здесь в Казахстане. Коллеги, это должно выйти на новый уровень. Мы должны повышать конкурентоспособность и компетенции наших предпринимателей. Спасибо. Да-да-да, мы вас слушаем. Вы правы, что нужно повышать компетенцию с тем смыслом, что вот экспортные ставки лояльные, почему они не применяются? Первая причина, потому что наши бухгалтера, наши специалисты, которые сидят, должны высчитывать вот эти налоговые ставки, оплаты и пакет документов, которые должны готовить. Просто это для них сложно сделать, можно сказать. Поэтому многие просто отказываются от гулевой НДС. Это тоже основная причина выявления этой проблемы. Поэтому нужно повышать компетенцию. Спасибо, коллеги. Интересный разговор у меня получился. Я надеюсь, что вот эти все моменты, которые мы обозначили, они так или иначе будут у нас реализованы. Эти проблемы у нас уйдут, и со временем мы от ЕС получим гораздо больше. Вот такая мысль у меня. Я напомню, что это была программа «Время говорить». Сегодня мы обсуждали проблемы евразийского экономического пространства. Ну и, как обычно, смотрите наш каждый день в соцсетях и на сайте inbusiness.kz. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова